В эфире программа День города. Здравствуйте! Со взором уходящего дня вас познакомлю я, Герман Гущин и мои коллеги, корреспонденты телекомпании «Город». Главная тема дня – прокураторов и надзор. Павел Молков выстраивает собственную вертикаль власти. Ближе, чем ты думаешь. Сегодня астрологическая суперлуния. Вглубь веков. От царских врат до резных икон. Продажу земельного участка в 17 гектаров на территории микрорайона Агропромстрой прошу приостановить. Если люди волнуются, надо разбираться, заявил на правительстве в Рио губернатора Павел Молков. Он решил осмотреть место лично и попросил включить его в расписание поездок. Кроме того, речь зашла о кураторстве новых детских автобусов и покупке снегоуборочной техники. Институт кураторства в Рязанской области, по сути, не работает. С этого тезиса начал заседание правительства Павел Молков. Те министры, которым был поручен этот функционал, похоже, не справились. Их визиты на подшефную территорию – большая редкость. Именно поэтому надзором за эффективностью и нужностью расходования бюджетов на местах кое-где займутся другие люди. Например, Минспорта закрепить там, где мы спорт серьезно будем развивать, где какие-то объекты будем строить. Минтранспорта закрепить за районом с самыми плохими дорогами. Заодно при распределении узнаю, где у нас самые плохие дороги и так далее. Где-то можно по два района за одним человеком закреплять. Ну там, где, например, особенно городской округ и окружающий район. Все еще раз разложим вместе, посмотрим. И потом попрошу кураторов выезжать вместе со мной в поездки по районам. Все держать на контроле. При этом кураторам необходимо теснее взаимодействовать с властями на местах. В этом случае, как известно, не исключены коррупционные риски. Но будем думать, что здесь все будет просчитано. Может быть, за этим будут следить кураторы над кураторами. Ну а если серьезно, рассчитать, в какой район и сколько нужно сейчас отправить новых школьных автобусов – тоже задача ближайших дней. В Скопинском районе уже практически бьют в набат. То, что ездит там сейчас, автобусами можно назвать с большой натяжкой. Обновление идет достаточно медленно у нас. Поручение Министерства образования я там уже зафиксировал. У нас в регионе около 300 автобусов ездят школьных. Техническое состояние их надо посмотреть, проверить, проанализировать. Сейчас закупка школьного автотранспорта за счет федерального бюджета ведется. В августе планируется покупка более 50 автобусов, поставка. Поэтому вот конкретно по Скопинскому району надо будет решить уже в этом году. У нас, тем более, заявка от администрации на три машины есть. Соответственно, прошу Министерства образования эту честь при распределении. И также прошу именно образование представить мне график по замене школьных автобусов по всем районам. Вот так вот системно. Ситуация с подготовкой к зиме, по словам Павла Малкова, сложная. И здесь, внимание, у Рязани по наличию снегоуборочной техники отставание от нормативов огромное. То есть фактически техники этой нет. Ну, то есть убирать-то нечем. Поэтому надо сейчас уже начинать приобретать технику и для работы с реагентами, для обработки улиц и для очистки от снега. Я прошу такую возможность уже сейчас изыскать и в муниципальном, и в региональном бюджете вместе посмотреть. Мы, конечно, за один раз за один год эту проблему не решим, но, по крайней мере, двигаться в этом направлении надо начинать. Приятная новость. Региональная казна снова пополняется на 2 миллиарда 185 миллионов рублей. Больше половины из этих денег предусмотрено на ремонт рязанских дорог, приоритет возведения которых будет отдан школьным и социальным маршрутам. Больше никаких радаров у ГИБДД. Такое решение принял министр внутренних дел Владимир Колокольцев. Однако рязанские автоинспекторы давно от этого отказались. Уже несколько лет за порядком у нас следит система паутина. И рейды с ее использованием проходят ежедневно. С небольшой дорожной камеры информация поступает сразу в госавтоинспекцию. О любом нарушении, будь то подложные номера, правила регистрации авто, все это экипажи ДПС узнают практически моментально. Это система непрерывного контроля паутина. Превышение скорости она, кстати, тоже фиксирует. Всего сотрудник госавтоинспекции в целом по региону было выявлено более тысячи нарушений различных правил дорожного движения, а также 10 фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения. Что касается непосредственно вот этого СПО паутина, благодаря нему удалось выявить 5 транспортных средств, водители которых управляли своими автомобилями, не зарегистрированными в установленном порядке. Также они привлечены к административной ответственности. С такими нарушителями не церемонятся. Снимают номера и забирают свидетельства о регистрации. Когда машину на учет поставят, мол, тогда и вернут. Работу по системе паутина продолжат. Рейды же усилят по другому направлению. Сегодня, например, под прицел сотрудников ГИБДД попали мотоциклисты. В одном из районов был остановлен водитель мопеда, который управлял, не имея права управления транспортным средствами своим мопедом. Это серьезное нарушение. За него грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей. Оперативно-профилактические мероприятия продолжаются. Вообще, чаще всего мы встречаем такие нарушения со стороны водителей мототранспорта, как нарушение правил применения мотошлемов. Также управление транспортным средством не имея соответствующего права. За отсутствие шлема, кстати, штраф не такой уж и большой. Всего 1000 рублей. Если снова поймают без головного убора, минус еще столько же. В городе ситуация спокойнее. За все время съемки репортажа мимо Солочинского поста ДПС не проехал ни один мотоциклист. Зато встретились другие нарушители. С разницей всего в 10 минут инспектор остановил две тонированные машины. Пусть водители и устранили нарушения на месте, убрали пленки со стекла. Штраф все равно заплатить придется. Так и работают экипажи сразу по нескольким направлениям. Сегодня по рейду, параллельно по паутине и целенаправленно следят за дорогой. День города в этом году в Рязани предлагают перенести на 27 августа. По словам начальника городского управления культуры Ольги Голевой, праздник будет приурочен к закрытию форума древних городов, который пройдет у нас с 24 по 27 августа. Напомним, что в этом году форум древних городов пройдет в Рязани уже в пятый раз. Как считают в мэрии, проведение двух мероприятий позволит объединить муниципальные и региональные ресурсы и сделать программу праздника более насыщенной. Основные мероприятия пройдут на Лыбецком бульваре, а также на Подбелке и в Кремлевском сквере. В этот день рязанцев ждут многочисленные развлекательные программы для детей и молодежи. Концерты, спектакли, уличные представления на центральных развлекательных площадках, спортивные состязания. В конце праздничного дня в ночном небе по традиции вспыхнет красочный салют. Рязанцев ждет суперлуния. Этот заголовок сейчас встречается во всех социальных сетях. Позиционируют это как уникальное явление. Так ли это, мы узнали из беседы с астрономом. Суперлуния, оленья или громовая луна, как это явление только не называют. Однако именуют его так только астрологи. И называют это явление уникальным. Для астрономов же явление рядовое. Происходит, когда полнолуние совпадает с Пиригеем. Астрономы объясняют проще. Луна, вращаясь вокруг Земли по эллиптической орбите, бывает то ближе к Земле, то дальше. Ближайшая точка орбиты к Земле, к Пиригей, дальняя Апогея. Соответственно, когда луна ближе к нам, к Пиригей, она немножечко на две минуты побольше, чем когда в Апогее. Но еще момент такой, что луна может в этот момент находиться на одной прямой с Солнцем. Солнце, Земля, тогда луна находится в полнолунии. Если совпадает точка полнолуния с точкой прохождения Пиригей, орбиты, то это самая крупная луна. Суперлуния в июле называют еще и благословенной луной. Правда, не такая уж она и благословенная. Это явление астрономы наблюдают до восьми раз за год. Простое совпадение орбиты выдавать за чудо не стоит, говорят они. Поражаются же небесные наблюдатели другим явлением. Этим летом, например, можно было наблюдать парад планет. Практически уникальное явление началось месяц назад. На восходе Венера с Меркурием, Юпитер, Сатурн и Марс были прекрасно месяц назад видны. Ну, кроме Меркурия, Меркурия тяжело наблюдать. В настоящий момент Венера и Меркурия ушли за Солнце. Начиная справа Сатурн, Юпитер и Марс наблюдать под утром можно. Очень красивое зрелище. Сейчас эти три планеты можно увидеть невооруженным глазом. Главное смотреть на восток в сторону восходящего Солнца. Тогда можно стать свидетелем уходящего парада планет. А если же прислушаться к астрологам, то в Суперлуния лучше новых дел не начинать. Мыслить позитивно и не ссориться с окружающими. Прагматики же могут просто посмотреть на полнолуние в окно. Оно начнется в 21 час 38 минут. Все равно Суперлуния уже пропустили. Оно состоялось в полдень. Валерий Седов, Дмитрий Ефимов. Телекомпания. Город. Православные праздники занимают немалое место в культуре современного русского человека, даже не религиозного. Это часть национального самосознания. Отсюда интерес к истокам истории искусства средних веков. В Рязанском областном художественном музее есть целый зал, посвященный иконографии средних веков Рязанской земли. Экспозицию можно условно разбить на следующие группы иконы, деревянные скульптуры, коллекция резных царских врат. Царские врата – главные врата иконостаса в православном храме, которые ведут в его алтарную часть и символизируют врата рая. Обычным смертным проход через эти врата запрещен. А вот во время богослужения через них могут пройти священнослужители. Дерево, резьба, темпера, золочение. С художественной точки зрения каждый из этих сакральных экспонатов шедеврален. Все произведения так или иначе относятся к храмам Рязанской области. Происхождение каких-то мы знаем, каких-то происхождение давно утеряно. Однако мы точно знаем, что территория эта ограничивалась тем, что когда-то называлась даже Рязанской губернией скорее. Большая часть экспонатов поступила к нам в фонды после масштабных экспедиций, проведенных совместно с Центром имени Игоря Горбаря, которые проходили в 60-е, 70-е, 80-е годы XX века. Время неспокойное для России, время, когда храмы закрывались. И в общем-то задача была музейных сотрудников и реставраторов в том, чтобы спасти эти экспонаты и довести их до состояния как минимум консервации, а как максимум экспозиционного. С этой задачей справились. Самое значительное произведение Рязная икона – Архангел Михаил, начало 16 века из села Путятина Сапожковского района. Икона не имеет аналогов в русской деревянной скульптуре, хотя поклонение Архангелу Михаилу в Рязанских землях было очень популярно. Также присутствует его изображение на иконе. Икона – явление православного религиозного искусства. Иконописцы работают в рамках общепринятой эстетической системы со сложившимися иконографическими типами Спасителя, Богоматери, Святых, Евангельских и Библейских сюжетов. В экспозиции представлены подлинные шедевры древнерусской живописи. У нас нет понятия Рязанской школы иконописи, просто памятников нет, на которых мы могли бы это сделать. Самая древняя икона в коллекции датируется концом 15 века, но для Рязани это нормально. Я понимаю, что там для Владимира Суздальской иконы, для Новгородской – это даже не древность. Но в Рязани, к сожалению, не сохранился тот пласт произведения искусства, который относился к домонгольскому периоду, периоду нашествия. В единичных экземплярах они до нас дошли. Самые древние иконы в зале Благовещения второй половины 15 века написаны в эстетической системе Московской иконописной школы. Икона входила в состав праздничного ряда православного храма. Памятники 17 столетия сохранились в значительно большем количестве и дают возможность судить об особенностях и достоинствах рязанской иконописи. Это время расцвета в искусстве Рязани. Среди других икон 17 столетия – Троица Ветхозаветная, Святые Василия Великий и Георгий из Деисусного Чина, Богоматери Адигитрия, Успения Богородицы, Чудо Георгия Азмии – самый яркий памятник рязанской иконописи 18 века в музее, свидетельствующий о высоком профессиональном мастерстве рязанских художников. На этом у нас все. Еще больше новостей на нашем сайте город62.tv и на наших страничках в соцсетях. Ну а я с вами прощаюсь, желаю вам всего самого доброго, до свидания.